Первая игра чемпионата Суперлиги сезона 23-24. На домашнем паркете баскетбольный клуб Химки принимает команду Университет Югра и Сургута. В начале матча химчане набирают ход и уходят в отрыв. При поддержке трибун баскетбольного центра на первый перерыв команды уходят с разницей в 7 очков. 21-14 в пользу химчан. Химки славятся своими баскетбольными традициями и сегодня мы это видим. Наполнено зало, конечно, большое и я приглашаю всех химчан на баскетбольный матч. По ходу встречи соперники из Сургута смогли собраться. Поймали кураж и забили целую серию трехочковых. В упорном противостоянии химчане оказались сильнее. 71-70 с минимальным отрывом БК Химки начинает новый сезон Суперлиги с победы, заставив хорошенько понервничать своих болельщиков. Мы еще не играли практически при таком количестве зрителей. Я очень благодарен, что в субботний вечер, хотя очень плохая погода, зал начал заполняться. И мне это очень приятно и порадовали победой. Я думаю, для зрителей она была более интересной, чем для меня. Могли выиграть более спокойно. Ну, наверное, могли проиграть также более спокойно. Но сегодня была удача на нашей стороне. У химчан в первой игре сезона по 9 очков набрали Александр Мальцев и Александр Гаврилов. На счету Евгения Фидия 13 очков и 6 подборов. Самым результативным в стане химчан стал Илья Кропенков. 18 очков плюс 6 подборов. Одно очко победы – это хорошо, но надо улучшать качество игры. Мы вроде вначале повели, хорошо играли, пока были свежие. А потом Сургут, видимо, тоже собрался и начал нас догонять. В итоге даже перегнал. Но спасибо товарищам по команде, спасибо тренершкам и нашему Евгению. Смогли, сдержали их рывок и вернулись в игру. Два следующих матча химки проведут на выезде. 15 октября сыграют в Краснодаре с местным локомотивом. 18 числа проведут встречу в Ростове-на-Дону с Барсом. На домашнем паркете подопечных Андрея Мальцева можно будет увидеть 25 октября в противостоянии с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Андрей Липанов, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ.